добрый вечерочек вчера вчера в общем не было ролика с этого двора привет привет и вчера не было подсчета яиц сколько же снесли перепелочки сейчас я все вам это покажу я пришел опять подаливать водички сейчас 10 часов сейчас мне нужно такая то откуда вода вытекла разлились сверху вот так смотрите ребят сейчас нужно высадить еще бралерку потому что они растут и им жарко они скоро сварятся здесь тепло вот смотрите снизу немножко температура ниже 29 и 6 а тут по 31 тут вообще прям жара и они вот им ну они не то что жарятся просто что они сидят очень близко друг другу и вот из-за этого это нехорошо так что сейчас выпустим вот сюда вот сюда лепешечек мне мне писали что очень грязно у бройлеров и они грязные ребят но их очень много загоны не приспособлены для такого количества бройлеров а я не подрасчитал понимаете то есть как бы у них не грязно а просто их много вот так мусечки принес котлетку муся иди кушай иди кушай на кушай котлетку все муся кушать котлетку молодец вот так корма для бройлеров осталось три мешочка а было 5 как бы за два дня съели два мешка и быстренько быстренько идет сегодня мы бройлеров не забивали мы в общем были немножко заняты но ладно сейчас не об этом нужно посчитать яйца перепелины это бы сейчас с вами и сделаем еще раз повторю что вчера было 12 я их нет не убирал то есть я просто посчитал и вот получается за двое за двое суточек смотрите сейчас 12 уберем вчерашних 3 6 9 12 а вот это сегодняшняя уронил и разбилась ладно это не проблема их валом оттуда ж уронил вроде вроде да 3 6 7 8 9 10 11 12 13 вчера было 12 сегодня 13 кто кто ведет подсчет яйценоскости моих перепелок скажу сразу что яйценоскость у них шикарная просто великолепная то есть 14 курочек за за два дня 25 яиц это круто бывает что полностью сносятся все курочки за день кому сейчас отдадим это яйка смотрите какая пузатенькая меня еще девочки кто хочет яйцо отдыхаете да на яйцо на 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 нет на на нет о все все уговорили меня спросили в комментариях покажи свинку какой-то который ты называешь волк я ни одну свинку не не называю волк но я думаю что вы хотели посмотреть вот на эту свинку потому что она похожа у нее такая мордашка длинная смешная смешная вот так ох и барюсик ох и барюсик кличка у него прям такая боевая вот борется за жизнь костлявый худой мелкий страшный ну живой все хорошо у него еще ребят знаете хотел вот еще сделать объявление у меня же осталось два поросенка мне бы их забить и я бы вот этих двух девочек перенес туда в загончик как бы и здесь бы загончик больших бы не стало мне писали что если я убрал больших маленькие бы начали лучше расти есть такая вероятность но это не точно они не мешают вот кормушки корм есть залазь ешь но они не лезут потому что они голодные мне кажется они не мешают и вот хочу сделать такое объявление если кто-то из харькова хочет еще свининки вьетнамской жирной домашней сало вьетнамское можно заказать или целого кабанчика или половинку потому что у меня два штуки на забой и половинка уже заказана то есть есть как бы полтора туши можно целиком заказать можно по половинкам до мусандра как котлетка скушала это кстати котлеты из бройлеров которых мы забивали вместе с вами щипнула щипывали со светлана николаевной в общем так как я на диете когда когда я сажусь на диету то у нас на диете можно сказать сидят все котлетки не жирные без без кожи без сала жареные без подсолнечного масла без жира такие диетические и вот так вот и мусичка такую только что котлетку скушала вот так сейчас вот тут еще помою им поилочку и налью еще водички вот такие вот эти все поросята будут по кастрированы и ну кто кабанчик пока стрел кто свинка не будут кастрироваться и они тоже будут оставаться у меня и уже туда где-то к средине лета может к сентябрю они будут большие и также уйдут как и вот эти все кабанчики на мясо вот так девчонечка как ты тут сама поживаешь как как ты поживаешь сама как твои дела ты справляешься со скукой девчон давай ложиться давай давай пузико чесать может будет шевелиться поросеночек давай покажем какую ночь пузико давай вот такая булочка не умеешь даже ложиться как ты будешь пацанков кормить чуток же осталось совсем чуток ложись завтра уже 1 февраля ну завтра через два часа будет 1 февраля и можно сказать что начался тут месяц в котором может быть опороз вот так не хочет ложиться дом хоть и будет такая толстая булочка кошечка умывается вот так все просто наливаем водички пойдем пособираем яйца и если все будет нормально если ничего не то есть не поменяется то завтра попробуют посадить на яйца курочку на ну на яйца от моих кур знаете подругу подругу когда разговариваешь про яйца очень очень всегда звучит двусмысленно понимаете вот так и поэтому поэтому я всегда вот стараюсь так четенько уточнить что на яйца от своих кур вот так ну сейчас давайте высадим бреллер к по 5 штучек много не буду по 5 штучек здесь по 25 останется по двадцать потом потом через недельку высадим еще пять штук реально растут круто просто вот красавцы красавцы раз смотрите ребят сегодня здесь было убрано до чистоты с выгреблю все абсолютно была красота и вот к вечеру опять кажется что мокро но ничего не мокро нормально давай 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 посмотрите все 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 смотрите какой толстый посмотрите на этого бреллер к вот так все все страшно что ли страшно да и такое бывает смотрите от этого никуда не деться посмотрите я даже не видел то есть посмотрите на эту бздюху для шуке еще клюваться ля еще клюется ах ты чучело для посмотрите какой маленький ну это не ну такое бывает тут ничего не поделаешь реально в нем 300 грамм если эти уже под килограмм а этот просто посмотрите бздюха но это ничего страшного вот этого этот вообще громадный даже в руку невозможно взять прям прям большой четыре пять получается что сейчас на полу в загоне будет 90 штук прям прям много нужно в ближайшие дни уже срочно убрать один загончик бройлера чтобы их потом разделить пополам они и в верхнем верхней клетки вот такой же самый маленький ну непонятно по какой причине вот прям манюханькой и громадный где здесь мелкий вот и здесь такой для еще писается постоянно то что ж ты за паразит такой сколько я высадил я не помню вот сейчас посчитаю чтобы было ровненько ой 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 вечно вы тут у меня падает бойкие цыплятки пять вот и все дела как легко насколько мне нравится этот бруда ребят вы не представляете я прям тащусь с него мне кажется что если в нем останется 5 бролеров они там вырастут прям до взрослого прям до взрослого то есть как бы брудер спокойненько в небольшом количестве можно вырастить птичку прям до забоя красота спрашивали на стриме почему еще нет инкубатора ребят сейчас нужно забить первым делом вот этого всего бралерка вот вот этого или того а потом уже будем заниматься инкубатором это не супер и сгорела лампа я тоже на стриме рассказывал у бролеров горела лампа но здесь так жарко что хочется и вторую выключить потому что ну потому что вот здесь помещение смотрите температура стала еще выше 20 будет было 21 сейчас 22 все сейчас обрали там водички на лифт кричат кричатки которые только только с клетки выехали вот так вот здесь а лампа и Продолжение следует... 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 14. Чем ближе к весне, тем лучше начинают нести. 14, 15, 16, 17. Оно больше нету? Или есть? Покажи. Ты тоже квочка? Или просто вмастилась? 17. Смотрите, ребят, сегодня 20 яиц. Вот грязные, как вы видите. 20 штук сегодня снесли. Умница. Умница и молодцы, Кыш! Все, все. Вот так. Стало, конечно, здесь посвободнее, но нужно еще доубирать петухов лишних, потому что много. Курочек здесь не более 55 штук, но нужно точно пересчитать. А, кстати, вот этой у цветной легорники у нее один глаз слепой. Вот как раз с этой стороны. Как бы там бельмо на глазу. Одним глазом видят, а вторым нет. Вот так. Ну, не знаю. Смотрите, вот петух. Вот петух. В общем, три петуха, четыре петуха. Вон, пять. Там шестой. Вон, седьмой топчет. В общем, нужно оставить четыре. Ну, пять максимум. А вот пушиночка. Кто за ней, кто про нее спрашивал и скучал. Вот у нее все хорошо. Рядом сидит. Они как две подружки. Я уже который раз их показываю. Это пушинка и рецидивистка. Это две курочки мои. Ну, вот такие вот звезды канала. Правда. То есть, как бы красоточки. И петухи уже задолбали кур. Вы мне уже много раз писали, что я только разговариваю об этом. Ребят, если бы я вам... Ой-ой-ой. Если бы я вам не говорил, что петухи задолбали кур, вы бы это не поняли. И не поняли. Потому что... Ну, этого не видно, что они их задолбали. Но я сам-то понимаю и говорю вам, как есть. То есть, то, что они их задолбали, вот этого мелкого и вот этого мелкого нужно убрать. Может, даже завтра. И вот того же карлика, где там он делся, я не вижу. И еще нужно убрать белого старого вот того и... И старого красного вот этого глашейного. Вот этого. И все. Останется там четыре петухи и хватит. Курочек немного. Так что пойдете. Все. Пошли. А индюков спрашивали, почему я буду убирать индюков, но не хочу я их держать. От них толку мало. Спрашивали, а буду ли я брать индюков. Конечно, ребят, буду. По весне, по сезону я возьму по теплу. Уже туда ближе к маю или даже в мае. Возьму бролерного индюка. Не могу сказать сколько, но хочу много. Или полсотни, или сотню. Но это уже будем по ситуации решать. Вот так. Индюшки несутся. Тоже индюшиные яйца есть каждый день. Мы их никуда не буду закладывать. Не хочу. Хочу бролерного индюка. Вот мне реально понравилось. Он себе сидит, никого не трогает в загончике. Кушает, пьет и растет. Прям красота. Все. Ну, пошли. Пошли, зайдем к картохе. Картохе. И к тыкве. Мусечка, ты со мной гуляешь, да? Сейчас пойдем в дом. Сейчас пойдем в дом. Так, девки. Девочки. Толстые булочки, пузатенькие. О, пузатенькие девочки, да? Давай будем пузико чесать. Давай. Давай, почешем пузико тебе. Давай. Ребят, кабанчик, который кабачок, он еще не кастрирован. Видел в комментариях и Лидия, мне модератор, писала, что он уже покастрирован. Нет, я только об этом разговаривал, что его нужно покастрировать. Он еще не кастрирован, но нужно это сделать на днях, чтобы он к маю уже хорошо поправился, округлился, запах с него выйдет и будет, пойдет на забой, да? Вот такая булочка толстая. Картоха хорошая моя подруга, да? Картоха Пеповна Андреевна, да? Вот так. Вот такая девочка. А это патиссончик. Я могу всегда, ребятки, путать клички, потому что их очень много. Часто, когда я в ролике, например, скажу на патиссонок кабачок, сразу читаю в комментариях очень много то, что вы меня поправляете. Ребят, я сказал и даже не запомнил. И то, что вы меня поправили, оно уже этого не изменит. То есть, приду в следующий раз, скажу правильно, приду в третий раз, скажу опять неправильно и сколько раз клички путаю. В этом никакой проблемы не вижу, да? Только картоху ни с кем не путаю. Такая кличка необычная. Вот такая булочка толстая, Пепе на дочь. Красота, мне нравятся они. Я не знаю, я люблю вьетнамцев вот как породу свиней, понимаете? Они маленькие, аккуратненькие, ручные. Давай пузо чесать, ложись. Ложись, такая толстая девочка, ложись. Ложись. Хорошая будет мамка. Ну, я имею ввиду по размеру, да? Хорошая. А тыковка немножко боягузочка, боягузочка. Вот такие булки. Вот такой хлопец у них, да? Вы мне пишите тоже часто об этом, что он никогда не будет такой, как кабачок. Ребят, будет я уже об этом много раз говорил и сейчас скажу, свиньи растут до трех лет. То есть, если вы свинку покрываете маленькую и кабанчиком покрываете маленьким, это не означает, что они такими и останутся. Они вырастут, они растут до трех лет. Этому красавчику уже, ой, как ему нравится, уже полтора года. Он августовский и, в общем, полтора года. Он еще будет полтора года расти. И будет такой же не лезь на девку, не лезь. Она уже это, заряжена. Все. Все, не трожь. Вот так. И через полгода или через год он будет точно такой же, как кабачок. По породе они растут крупные, так что не переживайте, все вырастут. И булки эти две тоже будут большие со вторым апоросом. вспомните, вспомните, какая Пепа была маленькая, а потом как вымахала. Да? Толстушки мои. Все, ты будешь со мной дружить? Пузатые, обе пузатые. Поросные, суперосные, суперосные. Еще немного, и они будут пешком ходить к своему папке, к кабачку, да? Вот так. Вот такие хорошие девки. Вот поэтому мне нужно срочно забить бройлеров, забить свинок, вот этих двоих. Кто вдруг захотел свининки или курятинки, пишите мне в инстаграм, и мы вам все привезем в Харьков. Вот так. Да, хлопец? Ты большой, ты большой, папка. Где-то 150 килограмм. Покастрирую. Ребята, я его покастрирую, я кастрирую сам, меня спрашивали вот по поводу кастрации, делаю ли я, ну то есть обезболивающее, наркоз там писали, или что-нибудь седативное, ничего такого не колю, единственное, это можно на вокаинов семенники уколоть, но скажу вам честно, оно не сильно помогает, то есть как бы кастрация большого кабана, ну как бы ничем не отличается и от маленького. Как бы вы, когда ему обезболиваете семенники, то это вы немножко себя обезопасиваете, обезопасиваете, или как правильно сказать, обезопасиваете, напишите в комментариях, как правильно это сказать, ну в общем, кастрация занимает одну минуту, связывание кабанчика и повал, вот этот, занимает очень много времени, и потом развязывание, сама кастрация, она не, ну то есть не такая прям болезненная операция, и ему намного больнее вот те веревки, которыми вы его связываете, веревка на носу, вот на пятаку, вот этом, она сильно давит ему больно, но это так нужно, ребят, поэтому кастрировать даже больших кабанов можно без обезболивающего, в этом ничего страшного нету, буквально, минута, понимаете, вот так, но если вы, ну то есть считаете, что нужно обезболить, берете навокаин, вкалываете в каждый семяник, трехпроцентный берете, вкалываете в каждый семяник по 20 кубиков, сначала подкожно, потом внутрикожно на месте разреза, потом в придаток семяника и в сам семяник, все, это не сложно, по 5 кубиков один раз вкололи иглу в семяник, в придаток семяника и подкожно ввели, все, подождали 5 минут, Но это, знаете, это двойная работа, то есть как бы связанный кабан, у которого болят ноги от того, что вы его связали, у которого болит нос от того, что он привязан до пенька какого-то, а вы ждете 5 минут, пока ему обезболите семенники. Это, мне кажется, еще больше издевательства. Раз-два, ну реально, реально сама кастрация минуту длится. И все на этом. Вот так, так что, вот такие дела. Вам серьезно говорю, что ничего в этом страшного нету, но покастрировать маленького кабанчика и покастрировать большого кабанчика, ох и большая разница, да? Да, картоха? Ну вот так. Все? Картошечка. Да ты ж в мундире картоха, да? Пузатенькие. Мне так нравятся, когда они... Все, все, моя девочка. Вот так. Две свинюшечки. Какие стали толстенькие. Вот так. В ней 80, в ней 90 сейчас. Это, я вам говорю, прям до килограмма, потому что буквально на днях забивали кабанов, я уже об этом говорил. И вот я вижу, что вот это как кабанчики рябенькие, а вот это больше, чем все там, которые были в том загоне. Так что свиноты классные. А покрывалась эта вообще манюхонькая была, кто помнит. Меня даже некоторые ругали, о боже, что с нее получится? Мамка получится. Все, ребята. Всем большое спасибо за просмотр. Всех поздравляю с началом февраля. Быстро прошел месяц. Сумасшедшее время летит. Прям невозможно. Ну, я думаю, все будет хорошо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok